Итак, я приступаю к рекламный семинар на тему «Индизайн. Проверка ошибок». Я Разумова Елена Евгеньевна, сертифицированный инструктор. Представляю некоторые аспекты работы в программе «Индизайн», а именно поиск и исправление ошибок верстки. Но для начала надо рассказать, что такое «Индизайн». Вдруг кто-то не знает, чем он занимается. Потому что когда люди далекие от компьютерного графики слышат это название, они говорят «Индизайн? Ну и нет, я не художник, мне дизайн зачем?». А тут и не для художников программа. Программа «Индизайна» – это монтажный стол, на котором собираются периодические издания. То есть вот есть набор картинок, которые сделаны в «Иннустраторе», в «Корреле», в «Фотошопе». Есть текст, набранный в текстовом редакторе, но ориентировочно в Word. И задача человека, который работает в «Индизайне» – сделать из этого газету. Причем сделать быстро, потому что завтра следующий номер, а газета большая, многополосная, или журнал с журналом, конечно, поспокойнее можно себя чувствовать. Следующий номер явно не завтра, но тоже так достаточно регулярно. Страниц много, картинки делают сторонние люди, текст набирает кто-то еще другой. Версальщик это все собирает. И вот как за всем уследить, если времени мало, а ошибок может быть очень много самых разных. Вот это то, о чем я расскажу, но насколько позволяет нам хронометраж, что считать ошибкой, как проверять, как облегчить себе жизнь. И то, чему вы должны научиться после этого семинара, ну хотя бы частично, потому что, конечно, останутся еще неосвященные вопросы, которые у нас на курсе рассказываются. Я сейчас переключаюсь в программу «Индизайн». Открываю заготовку. Если у вас будут какие-то вопросы по тому, что я рассказываю, я оставляю на это минут 10 в конце нашей встречи. Тогда можно будет мне написать в чате, и я очень постараюсь ответить. Открываю дизайновский документик, маленький. Вот буклетик, четыре полосы. И смотрю, что здесь может быть, и слава богу. Но если так прокручивать рисунок, то вот видно, например, что не попали в разметку. Что-то тут такое, вот несовпадение разметки, несовпадение границ фрейма. Текстовый фрейм тоже. Не совсем там, где надо. Но опять же, не будешь же так все 50 страниц прокручивать. Или будешь, но потеряешь время и не успеешь все сделать вовремя. Поэтому вот она проверка на лету. Люди, которые с «Индизайном» знакомы, видели, работали, знают, что кроме того, что вот верстальщик своими глазами смотрит, есть еще автоматическая проверка, которую делает сам «Индизайн». Его, в принципе, особо и не просят, но он ее делает. И пишет результаты. И вот у меня внизу написана одна ошибка. Я думаю, что это связано вот с этим моментиком. Я тут, когда прокручивала страницу, я следила красный плюсик. Это вот самое начало. То есть это должны знать не только люди, которые работают с «Индизайном», но и люди, которые работают, например, с программой «Иллюстратор». Так помечается невырший текст. Но поскольку я отследила этот плюсик, я сейчас вот так сделаю. Поменяю размер фрейма. И мне напишут «Нет ошибок». Ура. Сохранюсь еще. «Контрол» и нажму. Ну что такое? Сохраните. Да, замените. Вот. То есть это быстро, легко. Вопрос, насколько вот я могу расслабиться. Нет ошибок. Горит зеленый кружок. Ну, во-первых, я должна сказать, что вот элементы, которые не попадают на страницу документа, они не проверяются в принципе. У вас там могут лежать самые неудачные вещи, но «Индизайн» вообще их в упор не видит и, наверное, правильно делает. Потому что за пределами страницы размещают всякие элементы, ну, на всякий случай. Может быть, я и не буду его использовать. Поэтому проверяется только то, что в самом документе. Нормально. Но насколько хорошо проверяется? Откуда «Индизайн» знает, что вот это ошибка, а вот это нет? Иногда сам верстальщик это не знает, даже очень часто. И как посмотреть и настроить то, что проверяется на лету. Если официально, то это меню «Виндоу», «Аутпут» и палитра «Прифлай». Проверка на лету, быстрая проверка, как-то так вот ее называют. Ну, вообще, вот таким образом в нее обычно не ходят. И даже с клавиатуры такие горячие клавиши, прям все пальцы заняты. Есть способ быстрее. Вот сюда, где написано, сколько ошибок, сделать двойной щелчок. И вот палитра у меня выскочила. Правда, на соседний монитор, но я ее вот уже притащила. И вот оно, отсутствие ошибок, все, ура. А если бы ошибки были, проверка на лету, мгновенно. Одна штука, и вот тут можно почитать. Не в порядке с текстом, а конкретней. Переполнение, а конкретней. Четвертая страница, а двойной щелчок. И вот меня перекидывают на эту страницу, то есть была бы 144-я, меня бы перекинули в проблемное место, выделили бы проблемные объекты, мне бы действительно осталось только вот так сделать. Теперь с чего InDesign взял, что вот это вот ошибка. Не влезший текст. Это, конечно, ошибка, да, но он откуда знает. Это прописано в профиле. Вот есть два профиля. Basic – это печатный профиль. Проверяется то, что идет в типографию. А Digital – это цифровой профиль. Одновременно и то, и другое проверить, но это будет очень странная идея, потому что требования часто противоположные. Поэтому вот люди, которые делали всю жизнь бумажные книги, а теперь их переводят на электронные, они очень ругаются. Невозможно нажать там пару кнопок, и у вас раз-раз-раз перестали все под электронный формат, еще и проверили. Поэтому приходится отдельно проверять с точки зрения печати, с точки зрения электронных документов. Я сейчас говорю о печати. и иду объявлять индизайну, что я считаю ошибкой. Это меню палитры Prefile и Define Profiles. Определить профиль. Базовый профиль. Вот я тут пытаюсь что-то сделать, мне говорят, нет, не редактируется. Ладно, придется делать свой. На основе базового. Делается это так. Нажимаем на плюс. Называем профиль так, чтобы было понятно. Так, это вот даже мне непонятно. Сейчас по-русски напишу. То есть, в общем-то, название должно быть такое, чтобы сам верстальщик понимал, зачем этот профиль, что он делает, зачем его сделали. Если по названию непонятно, вот тут вот есть еще в окошке General, можно написать, что хороший профиль я сама сделала для проверки буклетов. Ну, например, так. И видно, не трогать, идти сразу дальше. Вот дальше внизу идет, что проверяется. Раз есть клювик, значит, есть открывающийся список. И ситуация такая. Если вот тут пусто в этом квадрате, справа от клювика, значит, вообще ничего не проверяется. То есть, вот цвета, по умолчанию, что там с цветами в буклете, InDesign не проверяет совсем-совсем вообще. Если стоит галочка, проверяется все. Такого нет. Ну, и самый частый случай, это вот минус, дефис, проверяется кое-что. Самый частый случай и самый правильный. То есть, если кто-то думает, что сейчас мы быстренько везде поставим галочки, это будет самая правильная, самая качественная проверка, нет. Потому что не все вещи можно считать ошибками. Не все, что там предлагается, вам интересно и актуально. А вот если вы нагрузите InDesign лишней проверки, то он будет тормозить, подвисать и вообще мешать вам работать. Поэтому тут очень важно поставить то, что надо, и не включать лишнее. То есть, например, вот линкс связи. Я тут даже кое-что отключу. Тут проверяется вот это вот обязательно. Потерянные связи, поскольку InDesign никогда не размещает полностью картинку внутри себя. Люди, которые работают с программой, это знают. InDesign размещает всегда ссылку. То есть, он размещает превьюшку и адрес, что при печати возьмите вот, пожалуйста, вон там полную версию. Поэтому связи надо проверять обязательно, чтобы вон там картинка действительно лежала. И чтобы ее еще никто не переписал, не испортил, мало ли, возьмут, вообще перерисуют, сделают черный квадрат Малевича, а вы будете думать, что там озеро. А название оставят. InDesign такие вещи тоже отслеживает. И вот это вот проверка. Измененные или потерянные картинки это обязательно. А вот гиперссылки неактивные, неактуальные для печати, ну не знаю, я бы сказала, что это больше для электронного документа все-таки. Вот там, конечно, если вы используете гиперссылку, она должна быть живая. Вы на нее нажали, и что-то загрузилось. А тут я это сниму. Open Prepress Interface это вообще еще старевшее, не включают, и правильно. То есть со связями я даже облегчу немножко в InDesign на работу с цветами. Colors. С третьей попытки открылась. Все включать не собираюсь. Что здесь надо посмотреть вот из таких распространенных ошибок? В первую очередь цветовые модели, которые нельзя. поскольку обычно картинки готовит один человек, а проверяет в InDesign другой человек. Это вот надо бы проверить, что там дизайнер подсунул. Цветовые модели недопустимые, а конкретней. поскольку речь идет о типографской печати. Что тут нельзя? Нельзя RGB и нельзя лап. Что касается модели лап, ее вообще никуда нельзя. Она такая внутренняя фотошоповская. В ней удобно делать некоторые операции, но готовую работу в лапе не сдают. Это неправильно, непрофессионально. А RGB иногда можно. Вот тоже вопрос, что профиль это вещь такая гибкая и проверяется каждый макет отдельно. То есть иногда даже для печати можно RGB, если это не такой небольшой тираж, не вывод на пленке, а цифровая фотография с таким более-менее приличным принтером, но ничего такого на промышленном уровне. Иногда можно RGB, но все-таки я больше говорю о типографии, поэтому вот так. Типография ЦМИК, Споткалор и Грискал. Серая модель. Споткалор, это понтоны, заказные цвета. Но тут строчка ниже, можно и о них поговорить, потому что тоже могут люди по неопытности применить заказной цвет. Вот понравилось. Понравился оттенок, искал, искал, о, нашел красивые, яркие, разноцветные, применил, молодец. Теперь за них надо кому-то платить. Причем можно их применить в индизайне, тогда как бы вопрос к верстальщику, о чем он думал, когда покрасился понтонами. Вариант такой более напряжный, когда применил дизайнер вот в иллюстраторе, например, правильно сохраненная в иллюстраторе картинка приволочет с собой понтон. Поэтому если в журнале участвует несколько художников, каждый свой вариант нарисовал и в результате, допустим, пять зеленых понтонов. Вот это очень плохо. Поэтому давайте так поскромнее, не больше двух. Сколько там согласно оплатить, сколько будет красиво, сколько имеет смысл. Но еще надо принять к сведению такую вещь, как за сколько прогонов это можно напечатать. То есть сколько красок у печатного станка. Двоечка, но ориентированная такая нормальная цифра. Еще из распространенных вещей примененный цвет регистрации. Не висит у меня здесь палитра сводчества, я до нее доберусь. Покажу цвет регистрации. Он такой с виду черный. То есть вот человек открывает набор цветов, думает, чтобы во что покрасить, обнаруживают два черных цвета. То есть выглядят они так примерно одинаково. Один черный, второй черный. Вот на самом деле один действительно черный, а второй вот тот, который регистрация, это цвет графских меток, который мешается из всех имеющихся цветов. То есть вот если я действительно употребила два понтона и цмик, у меня будет шесть красок, и из этих шести красок намешается цвет. Красить в такую вещь обычные рисунки, это очень грубая штука. То есть вообще я бы советовала в него ничего не красить, потому что там, где надо, он обычно применяется сам. То есть вот хотя бы отследить модели, посмотреть, чтобы не красили в то, что вот категорически нельзя, ну и чтобы не было сильно много понтонов. Это вот по цветам. Дальше изображения и объекты. Image resolution больная тема. Какого разрешения подавать картинку на печать? Проверить обязательно, если вы хотите качественные картинки. Что-то с клевиками у нас сегодня с пятой попытки открываются. Нинимальное разрешение? Ну вот то, что здесь стоит, 250, ну это как-то. Люди, которые работают с типографией, знают стандарт, 300. Поэтому, да, не меньше 300. Максимальное я не буду проверять. Иногда его, в общем-то, проверяют, но это не очень частый случай, чтобы дизайнер делал там разрешение 3000 и пытался это сдать в верстку, потому что там уже в процессе работы обычно люди чувствуют подвох, что как-то надолго обрабатывается, долго грузится и что-то там не то. А вот со слишком маленьким разрешением, да, это бывает, приезжают картинки, ну и, соответственно, качество хуже, чем хотелось бы. Цветные 300, черно-белые тоже 300 не меньше. А вот монохромная печать, если она вообще есть, то есть это печать одной краской, если вы хотите, чтобы это было красиво, то там вообще где-то 1200 не меньше. иначе у вас вместо рисунка будет такой мусор. Ну и вот этот ложек поставлю непропорциональное масштабирование помещенных объектов. Это когда картинку растягивают по вертикали или по горизонтали, то есть ее перекашивают, она сплющена или наоборот вытянутая. Нехорошо так делается. И еще давайте проверим минимальную толщину обводки. Недавно закончилось занятие по иллюстратору, тоже тем запечаткам и так подробно обсудили. Есть такая проблемка, слишком тонкая обводка, которая потом съедается текстом, то есть там получается либо непонятная полоска, либо кусок грязи, либо две линии вместо одной. Куча вариантов, все неприятные. Минимальную толщину обводки вам должны озвучить в типографии. Обычно либо один пункт, либо на пять. Если не сказали, какой лучше поставить один, перестраховаться. Ну, всякие интерактивные элементы, это я даже заходить не буду, это вот как раз цифровые публикации. Там это важно, чтобы все работало, чтобы все было в доступе и так далее. Я пошла вот дальше в текст. Здесь было включено от раздачи переполнения текста и включено изначально в индизайне потерянные шрифты. Очень правильно, потому что, если шрифт не тот, в том месте, куда вы принесли макет, его нету, то будет подстановка, причем последствия обычно очень печальны. Может быть даже так, что вообще ничего не напечатается. Вот. Эти вещи стоят изначально в профиле, но вот у меня всегда было непонятно, а почему изначально не стоит потерянный спецсимбол в кликнести. Спецсимболы – это с одной стороны значки, для которых нет кнопок на клавиатуре, всякие такие греческие буквы, альфа, бета, гамма, значок суммы, интеграл, вот все, что сверх стандартных значков. А с другой стороны это всякие пробелы. Пробелы, знаки переноса, знак параграфа, то есть то, что не печатается в принципе, но на результат повлиять может. И я думаю, что все могут вспомнить, где-то видели наверняка посреди слова торчит знак вопроса. Вот что он там торчит. Обычно проблема в том, что стоял какой-нибудь мягкий перенос не тем шрифтом, то есть он не печатается, да, но вот принтер до этого места дошел, опа, а шрифт не тот. И поставил на всякий случай знак вопроса. То есть вот эти вещи, мне кажется, надо отслеживать обязательно. И их очень часто вот пропускают при проверке, поскольку считается, но он не печатается. Поэтому что на него смотреть? А вот если его потеряли, его могут напечатать. В виде взятия этого знака, иногда вопросительного. Ну вот такие вещи, как проверку орфографии, проверять орфографию на лету и верить, что это ошибка, это я бы не стала. Ну и дизайна не очень большой словарный запас, поэтому тут все-таки лучше посадить живого человека. Так же, как вот эту вещь, повышение соответствия стилем оформления текста. То есть с одной стороны, конечно, да, при профессиональной верстке вы все подгоняете под стилем, автоматическое оформление. А с другой стороны, там сплошь и рядом надо, вот чтобы было красиво, интервальчик немножечко подправить. Вот, размерчик так вот чуть-чуть не такой, как в остальных местах. Поэтому несоответствие стилем бывает много, и я бы не стала напрягать вот этой вещью не дизайн. Так вот, на проверке на лету. Вот, еще я залезу в общую проверку документа. Да, там есть один момент, который, оно вот так от раздачи вообще не проверяется. Я бы вот это вот поставила. Все страницы должны иметь одинаковый размер и ориентацию. Программа относительно недавно научилась создавать страницы разного размера и ориентации в одном документе. и часть народа обрадовалась, потому что стало можно, например, делать в одном файле и книгу, и ее обложку, вот суперобложку, которую раньше сдавали вообще отдельным документом. Сейчас можно. Или в речку журнала, рекламную, которая разворачивается, ну, много чего. То есть бывает, когда в середине какой-то вещи торчит еще страничка другого размера. Это хорошо. Ну, а с другой стороны появилась такая вещь, как меняется размер страницы, но не у всех страниц. Нет, следили, и получаются одни такие, другие сякие. То есть тоже плохо. Поэтому по ситуации, конечно, я бы на это дело посмотрела. Так же, как и на наличие пустых страниц. Если у вас не книга. Вот в книге пустые страницы есть, вот должны быть, одобряются, например, перебивка между главами, а, например, в буклете делать нечего пустой страницы. Там совершенно четкое количество страниц. Причем в Индизайне есть настройка, которая эти пустые страницы делает сама. То есть я забрасываю текст, он не вылезает, и Индизайн мне быстренько сделал пустые страницы в конце документа, чтобы все влезло и ждет, чтобы его похвалить. Вот, то же самое с журналом. Там жестко, вот впихните, столько-то полос. Поэтому, поэтому лишние страницы очень часто ошибка. Вот, это очень небольшая часть того, что можно включить и о чем можно рассказать, но самые такие актуальные ошибки, которые вот действительно встречаются сплошь и рядом, часто, поэтому вот надо это проверить. Окей, я нажимаю. окей, я нажала палитра, префлай, думала спряталась, нет, не спряталась, вот она висит, очень хорошо, нет ошибок, мне пишут, я запоминаю эту радостную информацию и переключаюсь в мой вариант проверки, в правильный профиль и немножко жду. опа, эта разница, нет ошибок или 23 ошибки. А что за ошибки? Цвет 16 раз, двойной щелчок, покажите. Недопустимые цветовые модели 15 раз, а где? Озеро, 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 озеро. Но с этим я ничего не могу поделать, как верстальщик. Если дизайнер и верстальщик это один и тот же человек, то тогда я это пойду исправлять в фотошопе. А в принципе, так что может стандартный верстальщик, который работает с тем, что ему прислали, наорать на дизайнера и на ябничать начальству, что подсовывают, неизвестно что, а потом на меня все свалят, да, и оштрафуют. То есть цветовые модели, картинок, индизайн исправлять не может. Он может написать, что вот такая беда, вот ошибка, вот да, но исправить нет, не может. То есть это надо открывать фотошопом, менять модель и обновлять связь. Если 150 картинок, то из них, условно говоря, 20 лет, вот как раз вот такая ситуация, когда наорать можно, внизу представить, не руку не перебирать, а вот есть регенерация списка ошибок, в данном случае цветового модели, что нужно было распечатать и внизу, и отправить. так, а вот. Вот, то есть можно, да, сделать текстовый файлик, им перед кем-нибудь потрясти. Это вот к вопросу, да, можно ли сделать генератор ошибок, если не очень хорошо слышно, то есть отчет по ошибкам, вот кнопочка текстовый файл, и там вот распечатают все, что нашли. Вот, все, что я могу здесь, как верстальщик, вот ректангл, это то, что сделано в индизайне. На второй странице где-то есть неправильно покрашенный прямоугольник. Вот он. Чем недовольна программа? Давайте сходим куда? По литру сводчес, наверное, если он есть в каталоге. Да, он есть в модели RGB, действительно. Что с этим делать? Ну, например, сделать двойной щелчок по образцу, перекинуть модель в ЦМИК, нажать ОК. 21 ошибка. Было 23, да? А тут я перекрасила один прямоугольник и стала 21. Это там же второй такой же. Вот его сразу выкинули из списка. Так, это что такое? Это текст. Вот тоже здравствуйте. Текст приехал из Word и притащил с собой и оформление, и цвет. Это очень любят текстовые файлы, особенно в формате RTF. Вот. И верстальщик потом ругается, все это вычищает, убирает, переделывает. То есть вообще лучше при забрасывании текста убить все исходное форматирование. Ну, тут я вот так могу сделать, например, перекрасить просто в черный. Все, все. Цвет регистрации применен. Где? Заголовки. Вот он цвет регистрации. Вот черный, с виду одинаковый. Вот. Но черным цветом пользоваться можно и нужно, а цвет регистрации вот лежит и его не трогайте. Вот лежит он и пусть себе лежит. Так, дальше. Это у нас было по цветам. Проблемы с понтонами нет, но правда нет. Я понтона здесь не делала. Вот. Изображение и объекты, имидж, резолюшн. Так, так, так. Слишком мало. Сколько мало? В принципе, мне все равно сколько, раз не подходит под стандарт. Но если любопытно, можно вытащить палитру линкс связи. И посмотреть вот Actual PPI 72 точки на дюйм. Вот тут вот снизу про выделенный объект написано. Написано, что и модель у него RGB, да, и разрешение 72 точки на дюйм. То есть это опять же вопросы к верстальщику. Ой, к дизайнеру, простите. Здесь будет то же самое разрешение, разрешение, непропорциональное масштабирование. Три раза. Так, ну вот. А как бы это тоже посмотреть? Непропорциональное оно, насколько. А можно в палитре линкс. А можно, чтобы вот не выкапывать палитру, можно сделать так. Вот тут вот есть такой кружок. Если по нему попасть выделением, щелкнуть, то вам покажут сверху на контрольной панели характеристики начинки. Если вот тут коричневые маркеры выделения, значит мы говорим о начинке. Если щелкнуть по границе, будут синие маркеры, мы говорим о фрейме. Вот когда фрейм выделен, вот у нее масштаб 100%. Прекрасно. А когда картинка 68 на 143, ну это вообще безобразие. То есть тут на самом деле даже видно, что она вытянутая. Вообще менять размеры картинки в индизайне, ну считается все делают, конечно, особенно в газетах, потому что времени просто нету. Каждый раз метаться между фотошопом и индизайном. Идеальный вариант делать в фотошопе, но если уж масштабируем, то ну не так же. То есть надо какой-то масштаб подправить, сделать одинаковым, ну хоть вот такой вариант. Здесь. Ну здесь не так сильно, но тем не менее тоже. В режиме показа картинки именно, потому что в режиме фрейма там будет стоить 100%, там всегда 100%, чтобы вы с фреймом не делали. Вот. Это вот более качественная проверка, но 15 ошибок осталось. Это вот я говорю, что я могу их озвучить, но не могу их в индизайне исправить. Теперь такой вопрос, вот так хорошо, качественно проверили, надо ли запускать этот профиль по умолчанию. Вы знаете, не надо. Вот эта проверка, которая после каждого вашего движения запускается, она тормозит работу программы. Поэтому люди делают так. Пускай от раздачи проверяют халтурно, самые такие основные вещи, но может быть сделать не базовый профиль, а все-таки свой, и добавить туда вот буквально пару вещей, вот эти глиф потерянные искать. Вот. А качественная проверка запускается уже в самом конце. Когда уже идет эта печатная подготовка, проверяют, чтобы, ну, как бы все готово, именно осталось вычистить все. Вот я бы так делала. Причем вот этот профиль, который сделан, его можно экспортировать, то есть сохранить, как отдельный файлик. Таскать с собой и загружать на другие компьютеры. То есть на этом-то он и так будет, а вот если вы в другой комплекс какой-то едете, то вот там загрузить профиль и ищите, куда вы его делите. Можно его подставлять в другие документы. Вот это то, что облегчает жизнь при периодической верстке. Проверка на виду. Если хороший профиль покажет отсутствие ошибок, повод ли это расслабиться? Нет. Потому что человеческий фактор все равно никто не заменит. Есть еще такая вещь, как проверка орфографии. Есть еще такая вещь, как вот тут у меня текст убирается в край страницы, и есть риск, что его отрежут. Есть еще вот этот вот момент, когда у меня картинка загораживает часть текста. нужно включить обтекание и оттолкнуть. То есть очень много вещей, которые надо смотреть еще дополнительно, проверять, и живого человека не заменит никто. Но все-таки хотя бы часть проблем сняли. Опять же, вот то, что я сейчас показываю, это все-таки делает верстальщик. Поэтому, если он человек более-менее опытный, он уже сам на автомате таких вещей избегает. А вот то, что показала ошибка при флай, там, видите, довольно сильно замешаны люди, которые работают не в индизайне. И вот за этим, конечно, надо следить, потому что бывает обидно, когда ошибка не твоя, а премию снимают с тебя. Говорят, что не ты смотрел. Поэтому вот, работаем в паре. И человеческий фактор, проверяем, как тут что. И автоматическая проверка в программе индизайна. Так. Толщина обводки часто по большому документу. Здесь 0,25, здесь 0,3. Есть возможность систематической проверки все чувствую, чтобы не отлавливать таких блоков. Думаю, и вы знаете, на автомате, по-моему, нет. Может быть, есть какой-то скриптик, который отлавливает толщину обводки. Точно можно это сделать в иллюстраторе. Вот если он тащит. Картинки с тонкой обводкой из иллюстратора, там это делается достаточно легко. Можно волшебной палочкой выделить тонкие обводки с каким-то допуском сразу во всем документе. А можно скриптик есть такой select by size, вот как раз толщина обводки. А вот индизайн, по-моему, нет. Тут автоматики никакой, поэтому надо следить за руками. За своим трудом. Ну да. Пожалуйста, если мы прощаемся. Вот если кто-то хочет посмотреть, познакомиться с индизайном поподробнее, то уже очень скоро. Буквально через неделю приходите, мы будем рады вас видеть. Если вопросы появятся потом, то адрес преподавателя должен быть в презентации, которую вам разослали. Пишите, я отвечу, если это можно, ответить по интернету. Если это можно ответить в письме, только отметьте, пожалуйста, там в заголовке или в начале, что я у вас был на семинаре и хочу спросить. Тогда ответ будет. Для наших слушателей пожизненная, бесплатная консультация.